В этом районе города наша съемочная группа была чуть больше месяца назад. Причина визита – это труба котельной юго-западная. Сейчас ветра нет и дым идет прямо, но даже при небольшом порыве копоть отравляет жизнь жителям сотых кварталов. Вообще хлопья, огород весь черный, растения посадишь, все сверху покрывает. Вот, вот, ушел, вот он, это 105-й, 104-й квартал. Их заваливает. Животные все грязные, как черти бегают. Если ветер, еще в нашу сторону подует. Так что пускай ставят фильтр. А вы думаете, что проблема в фильтре, да? Ну, а в чем? Я не знаю, не разбираюсь, я же там в этой сфере не работаю. Что там может быть, идет дым, да идет. Проведем небольшое сравнение. Вот чистый белый лист бумаги. Примерно такого же цвета должен выйти снег. Но здесь, в сотых кварталах, свою цветовую гамму он меняет. Сажу видно невооруженным глазом. Интересно, почему же измерительные приборы ее не могут уловить? А вот природоохранная прокуратура слабое звено уловила и выписала предписание. На трех из работающих котла-агрегатов, газоочистное оборудование, на одном из них, она эффективность составила около 50%, хотя проектная заявлена от 75% до 85%. Вот он тот самый источник, что отравляет жизнь местным жителям. Посмотрим, что происходит внутри. Скажите, почему котельная по-прежнему коптит? Я знаю, чтобы попасть на котельную, необходимо прости, института, что... Нам не нужно попасть на котельную, нам нужно узнать, почему она по-прежнему коптит черным дымом. Инженер? А почему он ушел, обещал что-то сказать, развернулся и ушел? Инженер котельной Юго-Западной отвечать на наши вопросы отказался, поэтому обращаться нам придется в ТГК-14. А если и вы не можете дышать полной грудью из-за нерадивого соседа, звоните дежурному по городу. Напомним им о современных технологиях вместе. Ольга Арсунукаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус».